Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда найдете, что посмотреть по танкам. Про крутые рулетки, открытие контейнеров, фановое видео, обязательно заценки всей техники, которая в игре есть, в том числе и новых танков. Хотите это все не пропускать, если вы за свежие новости и за то, чтобы знать, что нас ждет в будущем, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а для начала хочу сказать огромное спасибо спонсорам. Ребят, спасибо большое за то, что вы есть, не только тем, кто стал спонсором канала, но и тем, кто отправлял подарки, так как именно благодаря вам я могу снимать конкретно данное видео. И я собираюсь крутить эту рулетку до самого конца, так как хочу себе СТРВ-81 просто до одури. Когда эта машина была у меня на тестировании, она произвела на меня в край позитивное впечатление, и да, он очень сильно похож на Центуриона, который у меня есть, но разница для меня, по крайней мере, действительно присутствует. И эту тачку я очень сильно себе хотел, но когда она появилась первый раз исключительно в контейнерах, я не решился их открывать, так как было, ну, прям совсем дорого. А вот в отношении того, чтобы забрать с рулетки, очень даже. Здесь у нас, ребят, не так уж и много. 18 прокрутов и полностью вся рулетка обойдется в целых 17 тысяч голды. За восьмерку действительно дорого. Если говорить о чекпоинтах, то на восьмом уровне вас ждет чекпоинт в один золотой, и первый вот этот вот период с первого по восьмой прокрут обойдутся всего лишь в какие-то 1056. Я считаю, что стоит попробовать за 8 прокрутов достать отсюда машину. Если не достанете и пойдете дальше, то до 16 прокрута включительно рулетка обойдется в 12456. Тоже, в принципе, недорого, с учетом того, что из контейнеров, глядишь, тоже что-то выпадет, или голдишка какая-то назад вернется, в том числе и с талисманов. Но к этой теме вернемся чуть позже. Ну и на последние два прокрута, как правило, у нас приходится легендарный внешний вид и сама главная награда в виде какой-то машины, которую в рулетке выставляют. У меня лично ни разу еще такого не было, чтобы я из рулетки главную награду забирал раньше, чем последний прокрут. Не знаю, может сегодня повезет, и попробую одну фишку, которую подсмотрел у двух своих зрителей, которые присылали мне свои реплеи в отношении прокрута рулеток на какие-то годные машины. Что меня действительно удивило в данной рулетке, так это то, что здесь шанс выпадения машины составляет 0,3%. Кто-то будет смеяться, типа мало, но это по крайней мере не 0,08 или 0,0 целых хрен десятых. То есть, ну, уже хотя бы хорошо, чуть выше процент возможности выпадения данной машины. Ну и второе, что меня удивило, что, как правило, второй по самому низкому проценту вероятности выпадения у нас является легендарный внешний вид. Но в нашем случае, как вы видите, 1,98% на камуфляж для данной машины. Выскочка имеет меньше процент по выпадению, а еще меньше процент по выпадению у нас имеет кто? Квест бомбический. Почему так, не совсем понимаю. Ну ладно, разработчики, спасибо вам большое за то, что вы сделали именно таким образом. И, глядишь, можно будет достать что-то раньше. В отношении талисманов. Здесь, ребят, есть контейнеры, собери их все. Одни из самых негодных контейнеров в нашей игре. Но здесь их, ребят, 6 штук. Два раза по 3 и плюс еще два раза по одному. Того получается 8 контейнеров. А 6 талисманов у меня уже есть. Таким образом получается, что я верну себе 1000 голды. И когда прокручу полностью данную рулетку, то машина со всеми этими наградами, даже если она выпадет последней, достанется мне за 15 тысяч золота. В отношении квеста. Квест бомбический подразумевает 15 побед в течение 24 часов. Ну и, соответственно, отсюда забираете себе один контейнер бомбический. Не сильно жирно, но как халява тоже пойдет. И, мало ли, может оттуда тоже что-то интересненькое выпадет. Плюс есть 6 мистических контейнеров. Может отсюда что-то дропнется, какая-то хотя бы голда, которая еще уменьшит стоимость данной машины при полном прокруте. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Руки чешутся. Безумно хочу забрать себе тачку. И, понятное дело, хотелось бы забрать ее не с последнего прокрутика. За первые 50 голды я получаю, скорее всего, либо серебро, либо, вот только хотел сказать, иксы в отношении опыта. Ладно. Теперь, что касается той фишки, которую я подсмотрел. Один из моих зрителей делает вот таким вот образом. Нажимает на негодную какую-то награду. Потом нажимает, допустим, на контейнеры. Еще раз на негодную награду. Потом нажимает на главную награду. Ну и после этого, когда возвращается, делает прокрутку. Не знаю, к чему это приведет, но я видел, что у него это работало. И действительно выпадала не самая мелкая шелуха, а что-то более серьезное. Но не обязательно, что то, что вы нажимали из выбора, я имею в виду. Ну и сейчас я получаю анимированный аватар, у которого шансы выпадения куда меньше, чем у серебра и свободки. Интересно получается? Сейчас попробую еще раз. Так, негодная награда, контейнеры, негодная награда и главная награда в нашей рулетке. Выходим и крутим еще раз. За 100 голды, кстати, что самое тоже прикольное, что в рулетке всегда стоимость прокрутов разная. А здесь два раза по 100 голды разработчики поставили. Вот вам, пожалуйста, выпадает, собери их все. Слушайте, так не знаю, может схема-то рабочая. Пробуем еще раз. 50 голды, теперь контейнер, 50 голды и главная награда. Выходим из главной награды и еще раз крутим за 100 золота. Пишите, пробовали ли вы такой способ, работает ли у вас или, по крайней мере, попробуйте и потом напишите. Не гарантирую, что это сработает, но я решил попробовать. Ну, сейчас как-то не очень, но буду пытаться продолжать делать то же самое. Так, 100 серебром, контейнеры. Так, почему 150? Это я уже в два раза уменьшил. Еще раз главная награда. Возвращаемся. Если сейчас не сработает, дальше, наверное, так делать не буду. Но, давай, давай мне контейнеры хотя бы. Я понимаю, что не СТРВ-81, но все-таки. Но, давай. Хо-хо-хо-хо-хо! Схема рабочая, ребята. Так, открываем конты. Смотрим, что в них. Тысяча золота, как я и собирался забрать за талисманы. Нормально. Нормально. Выпали три контейнера, собери их все. Ну, давай тачку какую-нибудь. И тогда я буду прям вообще в нуле в отношении стоимости. А может, даже и в плюсе. Я имею ввиду при полном прокруте этой рулеточки. Так. Нет, ничего не падает. Есть еще один контейнер у меня, который выпал до этого. И здесь у нас... Блин, жаль. Жаль. Не сработало. Так, больше контейнеров у меня нет. Ладно, едем дальше. 250 голды. А, е-мое. Я ж фишку эту не сделал. Сейчас явно выпадет фигня какая-то. Ну, да. Вот вам. Пожалуйста. Лишнее подтверждение. Хотя не факт. Может, она просто выпадает, эта фигня, да и все. Так, возвращаемся к СТРВ. Выключаем ее. И крутим. 355 голды. Ну. Давай. Давай. Ну, давай. Мистики. Мистики не серебро. Мистики выпадают. Три штучки. Ну, теперь ждем мистический сертификат. Давай. Игра. Не подкачай. Забираем. Два дня прем-аккаунта. Сертификаты. На свободку. Здесь у нас опять ни о чем, к сожалению. Но. Ну, давай мистик. Нет. 100 золота. Ну, слушайте. С миру по нитке голому веревка. 100 голды на дороге не валяются. Два дня просмотра рекламы. На том спасибо. Отмена. Так. Кредиты. Контейнеры. Главная награда. Ребят, вы простите, что я немножко больше времени занимаю, чем обычно. Но я действительно хочу попробовать вот эту схему. Просто у нескольких игроков это реально работало. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Класс! Слушайте, я теперь, наверное, буду на постоянку так крутить рулетку. Не, ну рил, серьезно. Почему нет? Если, если хотя бы периодически эта фишка срабатывает. Я, правда, не знаю, блин, как оно так может быть сделано в игре и на чем это основано. Но, блин, мне нравится такой порядок прокрута в рулеточке. Так, хорошо. Забираем. Больше ничего. Больше контейнеров нет. И вот как раз вот этот конт, если я заберу, то, соответственно, я получаю еще одну тысячу назад. Так. Ну, давайте вот так вот как-то. Вот так. И вот так. Нормально. Нормально. Вроде бы все, все прощелкал то, что годное. Главное сейчас не прощелкать это годное, чтобы оно действительно выпало. Ну, давай машинку мне. Ну, пожалуйста. Ой, блин. Не сработало. Ладно. Хорошо. А если просто вот так вот? Теперь вот так. Теперь вот так. И как-то вот так. Я уже не знаю, что нажимать. Надо... Ну, буду пытаться. Ну. Ну, давай. Ну, блин. Надо было не нажимать на иксы. Ладно, хорошо. Контейнер. 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 И открываем. Сейчас на главную награду не нажимал. Ну, давай, родимая, не подкачай. Выскочка. Да, блин. Ну, один из самых неинтересных, мне кажется, обвесов в нашей игре. Ну, дело вкуса, конечно, но мне лично не нравится. 1250 золотых. Давай. Давай без серебра, пожалуйста. Я тебя по-человечески прошу. Легендарный внешний вид на данную машину. Окей, хорошо. Забираем еще раз. Контейнеры, контейнеры, контейнеры. А что у нас по шансам на машину? 1%. Ну, да. Я бы не сказал, что жирные шансы, но почему бы и нет? Спасибо тому, кто только что на каналчик подписался. Собери их все. Тысяча возвращается однозначно. А если сейчас еще и машина какая-то выпадет, я умру с его смеху. Нет. Слава богу, останусь жив. Смеяться до смерти не буду. Выходим. Так, хорошо. Вот так. Вот так. Вот так. И играем. 1750 золота. Явно серебро будет. Ну, да. Тут не могло быть по-другому. Я просто понимаю, что дальше вот это прощелкивание ни к чему, потому что 70% выпадения кредитов по вероятности. Поэтому даже щелкать уже нет никакого смысла. Я просто видел, что у ребят это срабатывало буквально на каких-то первых 5 или 7 прокрутах. Ну, а когда такие уже большие шансы выпадения чего-то конкретного, то понятное дело, что оно тебе и падать будет. Скорее всего, СТРВ-81, как и все танчики, достанутся мне на последнем прокруте. Это, конечно, не очень весело. Пришлось все-таки заплатить полную стоимость за данную рулетку. Но в любом случае я доволен, потому что СТРВ я давно ждал. Понимаю, что в ближайшее время навряд ли машина появится просто в прямой продаже. А значит, имеет смысл взять ее сейчас и уже начинать на ней фаниться. Ну и все. Забираем квест и, соответственно, забираем саму тачку. Вот такой вот прокрут у меня получился. Напишите свое мнение по поводу вот этой схемы, которую я сегодня пробовал. Мне действительно интересно будет почитать. По поводу СТРВ-81. Господи, уже на радостях заговариваюсь. Забираю себе машину в ангар. Ну, а катать будем ее на пресс-аккаунте. Для того, чтобы не тратить просто время сейчас на полноценную настройку. Так, откладываем. Это мы, скорее всего, на стримчике пройдем. Ну и у меня завалялось еще два контейнера мистических, которые я не открыл. Автоматически нажал на забрать. Ну и, соответственно, давайте откроем и переходим на пресс-аккаунт. Да, скудновато. Скудновато, честно говоря. Из мистика сейчас выпало. А, блин! Я спугнул! Так как с этого выпало еще хуже. Ну ладно. Спасибо. Спасибо за то, что вообще не пустые контейнеры были. Хотя, больше, наверное, это сарказм, нежели серьезно. Так, погнали на пресс-аккаунт катать СТРВ-81. Что собой представляет СТРВ-81? Да, безусловно, машина очень сильно похожа на своего собрата из Британии. Премиумную машину Центурион МК-5-1. Они внешне очень сильно похожи и по орудию, и по манере игры. Ну, в общем, практически, я бы сказал, два брата, причем одного года рождения. Но, все-таки, Центурион у нас уже несколько лет в игре находится. А что касается СТРВ-81, то сравнительно недавно машина появилась. Что можно сказать про орудие? Орудие здесь такое же комфортное и приятное, как у Центуриона. 2.8 время сведения, очень точная пушка. Разброс, я бы сказал, идеальный. 0.272. И в отношении ДПМа, вполне себе реализуемый ДПМ в 2558. Время перезарядки неполных 5 секунд. Короче, скорострельный дырокол, который очень классно накидывает на дальних расстояниях. Единственное, что урона всего 200 единиц. Но было бы больше, была бы прям со всеми мба-имбовы. Стоит отметить великолепный угол склонения орудия вниз в минус 10, что позволяет крайне качественно и комфортно отыгрывать на неровностях. Ну и пробитие в 221 единицу, которых достаточно для того, чтобы играть на своем уровне. Если вдруг не хватает, то другие подкалиберные, которые являются голдовыми, предоставят вам пробитие в 252 единицы. Что тоже, кстати, ребят, очень-очень круто. Но стоит также отметить, что данная машина, по ощущениям, хуже забронирована, нежели наш второй братец, а именно Центурион МК-5-1. Ну что, берем машину и поехали кататься. Итак, ребят, погнали. Единственное, что меня никто не поддерживает, а значит самому ехать на направление средних и легких танков, ну, как бы, нет никакого смысла. Да, против нас тоже один средняк, но, скорее всего, он приедет с поддержкой какой-нибудь, хотя бы одной ПТшки, коих целых две в команде у соперников. Ну и, в общем, поехали вместе со всеми и попытаемся поработать по их засветам. Светляком работать как-то не сильно хочется, хотя это было бы правильно. Но для того, чтобы стать светляком в этом бою, мне необходимо обогнать всех и в тупую поехать самым первым. По-моему, идея, ну, крайне глупая. Точность орудия, ребят, без полного сведения. Да и здесь, в принципе, полное сведение – это очень большая условность. По одной простой причине, потому что круг разброса настолько невелик, что и сводиться, по большому счету, не всегда есть необходимым. Главное, чтобы ваш соперник хоть как-то находился в пределах вашего радиуса разброса, и этого уже будет более чем достаточно. Сейчас получил непробитие. Довольно часто на СТРВ-81 непробития бывают. Это действительно факт. Хотя на Центурионе, по крайней мере, для меня, по ощущениям броня, все-таки немножко пободрее и поинтереснее. Так, на гусельку, на гусельку, родимый. Нет. Ладно. А если попробовать включить режим пулемета? Ну, нормально, срабатывает. Ребятки, поддержите меня, пожалуйста, огнем по вот этому товарищу. Я специально на гусельке его подержу для вас. А вы уж попытайтесь что-нибудь ему сделать неприятное. Накидывать на этой тачке, ну, прямо одно удовольствие. Я, когда тестировал эту машину, я влюбился в нее и сразу поставил перед собой цель, как только машина появится в нормальном, адекватном доступе, а не в свежих контейнерах, там, где за тачку надо отдать порядка 65 тысяч голды, что я лично считаю полным абсурдом. Ну, в общем, буду ее забирать однозначно. И вот, наконец-то, мечта сбылась. И один из тех танчиков, которые находились одними из первых в списке тех машин, которые я хочу в ангар себе поставить, наконец-то в ангаре у меня появилась. На ближайшей прямой трансляции явно буду на этой машине кататься. Если хотите это не пропустить, составить мне компанию, поиграть абсолютно бесплатно во взводе, то я вам только рад. Приходите на прямые трансляции. Ну, и для того, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно прожимайте на колокольчик. Вот так вот, крайне быстро, крайне неожиданно, но офигенно и результативно заканчивается мой, я бы сказал, абсолютно стандартный бой, по крайней мере, для меня, играя на данной машине. Сделал 4 фрага. Сейчас посмотрим, что у меня получилось по урону. Но это для меня и есть СТРВ-81. И именно поэтому я не совсем понимаю, почему огромное количество ютюберов начали рассказывать по поводу того, что машина негодная, ну, просто потому что на Центуриона похожа. Для меня все-таки гораздо интереснее, гораздо приятнее. 2000 единиц урона. Да, пускай не сильно много, но я знаю, что данная машина потенциально способна на чудеса в виде 3500 урона без особых напрягов. Главное, чтобы бой нормально сложился. Я говорю не о том, чтобы настреливать в спящих соперников, а просто играть рядом со своей командой. И этого уже более чем достаточно. В пределах моей команды мне не хватило буквально одного результативного выстрела для того, чтобы обогнать Кейлера и занять первое место. Ну, в любом случае, хвалим наших союзников. Они действительно очень классно отыграли. Спасибо им большое за то, как круто они поддерживали в этом бою. Ну и обязательно похвалим наших соперников. Они проиграли. Мне их жаль. Но сделали они это с достоинством. И считаю, что они, ну, однозначно достойны лайкоса от меня за то, что позволили мне побыть в этом великолепном бою. Вот такой вот он, по крайней мере, для меня СТРВ-81. Если вы имеете такое же мнение или, наоборот, не согласны со мной, то обязательно пишите об этом в комментариях. Только убедительная просьба. Если вы не согласны со мной в отношении годности данной машины, пишите об основании почему. Ну и в частности, пишите, если у вас этот танк, и обязательно указывайте в таком случае свой игровой никнейм. Потому что я-то тоже могу сказать, что какая-то машина неинтересная, никогда на ней не играв и просто основываясь на мнении каких-то других YouTube-каналов, где я смотрел обзоры. Я побежал смотреть на свою машину, стоящую в ангаре, а точнее ее снаряжать для прямой трансляции. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока.